В России стартовал очередной законотворческий сезон. Приступили к своим обязанностям и народные избранники из нашего региона. Совсем скоро им предстоит рассмотреть жизнеопределяющий документ, бюджет, так же как и их федеральным коллегам. Тем более, что правительство России уже одобрило проект бюджета на 19 и плановый период 20 и 21 годов. К чему я это говорю? К тому, что согласно документу на развитие Северного морского пути в течение трех лет будет направлено 40 миллиардов рублей. Казалось бы, вот она, манна небесная для всех арктических регионов. Но. Вот это но красной нитью пройдет через весь выпуск программы Арктика. Территория диалога. Мы попытаемся разграничить реальные возможности развития и желания. Попробуем оценить плюсы и минусы арктических программ и проектов. С вами Алексей Карельский. Смотрите сегодня. Что год грядущий нам готовит? Посмотрим, сколько средств закладывается в федеральном бюджете на арктические программы. Первый рейтинг устойчивого развития арктических территорий. Узнаем, какое место в нем занимает Поморье. Регион продолжает обрастать деловыми связями и демонстрировать свой арктический потенциал. Очередная возможность представилась на деловой программе Маргаритинской ярмарки. Санкт-Петербург и Архангельск ищут новые точки соприкосновения. Арктическая тема среди приоритетов. Итак, Севморпуть и 40 миллиардов. Внушительная цифра. Но практически вся сумма, если и будет выделена, пойдет на строительство двух серийных ледоколов. Вдобавок к тем трем, что уже строятся в Санкт-Петербурге. В перспективе эта великолепная пятерка атомоходов должна обеспечить развитие грузопотока в восточном секторе Севморпути. Но если вычесть из 40 миллиардов затраты на суда, на сам Севморпуть, в частности на инфраструктуру портов, мало что остается. Например, в 2019 году чуть более 600 миллионов. Для ускоренного развития, о котором много говорилось в верхах, этого явно недостаточно. Один только проект глубоководного порта Архангельск оценивается в десятки миллиардов рублей. Если правительство страны за три года действительно планирует выделить менее 2 миллиардов на Севморпуть, то призывы сделать его глобальной транспортной стратегией так и останутся призывами. Определенные надежды возлагаются на госпрограмму «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». На ее реализацию правительство в ближайшие три года намерено направить 16 миллиардов рублей. Почти половина этой суммы отойдет под программи, связанной с формированием опорных зон. И все бы ничего, но из 7,5 миллиардов почти 6,6 десятых, вероятно, пойдут на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». По сути, это альтернатива дрейфующим станциям, которая будет использоваться для изучения морского льда, атмосферы и экологии Арктики. И это все действительно очень важно и нужно. Правда, как строительство платформы связано с развитием опорных зон, не совсем ясно. И еще об опорных зонах. Недавно экспертный центр ПАРА совместно со специалистами МГУ составили и представили первый рейтинг устойчивого развития территорий, который входит в арктическую зону Российской Федерации. Эксперты оценивали три группы параметров. Социально-экономические, включая, например, воловой региональный продукт на душу населения, миграционные потоки. Эколого-экономические, здесь учитывались затраты на охрану окружающей среды, прирост запасов и добыча минерально-сырьевых ресурсов. Социально-экологические, включая увеличение ожидаемой продолжительности жизни и даже доступ к качественному питьевому водоснабжению. По итогам расчетов Архангельская область среди 10 регионов заняла третье место, следом за Мурманской областью и Якутией. Интересно, что создавался рейтинг вовсе не для того, чтобы показать, у кого дела идут лучше, а у кого похуже. По мнению экспертов центра ПАРА, он отражает назревшую необходимость объединения арктической зоны страны в особый арктический макрорегион с централизованным управлением, собственной нормативной базой и другими атрибутами единой территориальной структуры. При этом, помимо административной обертки, должны быть зафиксированы принципы дальнейшего освоения российского севера. Впрочем, пока это скорее информация к размышлению, ведь основополагающие принципы развития территории должны были найти свое отражение в проекте закона об арктической зоне Российской Федерации, но он до сих пор в стадии доработки. Несмотря на то, что многие арктические проекты и планы пока не имеют под собой законодательного и финансового обоснования, регион не отчаивается и продолжает демонстрировать свой, скажем так, арктический потенциал, в том числе с зарубежным партнером, как это было, например, в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки. Помимо прочего, ее участники обсудили возможности современной логистики в Памурье, повышение ее эффективности, перспективы развития транспортной инфраструктуры. Напомню, что укрепление международных связей и развитие регионального экспорта – одно из поручений нового майского указа президента. С ним связана и еще одна задача – увеличение грузоперевозок по 7 марпути до 80 миллионов тонн в год. А отсюда и наши надежды на строительство глубоководного порта. Эту тему также обсуждали на Маргаритинке. В прошлом году к нам приезжала компания «Коско». Это крупнейший контейнерный оператор. Встречалась с нашими компаниями. Я проводил эту встречу и хочу вам сказать, что они абсолютно четко заявили о своих планах по строительству большого количества судов ледового класса. Это говорит о том, что сегодня взоры компаний-перевозчиков тоже направлены на север. Одна из исландских компаний прорабатывает вопрос о том, чтобы организовать постоянно действующую контейнерную линию из Архангельска с продукцией наших предприятий. Я считаю, что это может быть одним из больших рывков. Ну и, безусловно, сегодня были железнодорожники, которые тоже говорят, что мы одна из составляющих любой логистики. И мы договорились о том, что необходимо прорабатывать, может быть, где-то особые ценовые условия. Для транспортировки грузов в адрес, в первую очередь, северных портов. Потому что, безусловно, мы понимаем, что надо приучать грузоотправителей к тому, чтобы они использовали север в качестве транспортной артерии. Мы здесь тоже движемся вперед. Регионы и те два больших проекта, Белкомор и глубоководный порт в Архангельске, это проекты, которые серьезнейшим образом увеличат и транспортную доступность для наших грузоотправителей, безусловно, повысит конкурентоспособность Архангельского транспортного узла. Здесь речь идет о совершенно других типах судов, которые могут заходить в совершенно другой ледовой обстановке, потому что по плану, что глубоководный порт больше будет удален в море, более высокая соленость воды, и, соответственно, ледовые условия будут соответствовать, по большому счету, условиям Финского залива, то, что сегодня в тех, что работает Санкт-Петербург. Поэтому это, безусловно, большие точки роста, имеющие большой потенциал. Кстати, о Санкт-Петербурге. Недавно в нашем городе побывал председатель комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков. Рабочий визит был связан с налаживанием межрегионального сотрудничества. Делегация из северной столицы проявила большой интерес к совместной работе в области арктических исследований, экологической безопасности, созданию межотраслевых научно-производственных комплексов. Подробнее о встрече нам рассказал представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит. Для нас очень важно, чтобы судостроительный кластер Архангельской области получил новое развитие благодаря взаимодействию с Санкт-Петербургом. Расширение, включение предприятий области в арктическую деятельность. То есть у нас есть все предпосылки для строительства платформ, элементов платформ, добычных комплексов, вспомогательных судов, ремонта и сервисного обслуживания. Мы хотели бы акцентировать совместно с коллегами из Санкт-Петербурга, что строить надо здесь, разрабатывать и обслуживать технику необходимо совместными усилиями и делать это из Архангельска. Гостей из Санкт-Петербурга мы, разумеется, ждем на форуме Арктика территория диалога. Как идет подготовка к нему? Подготовка к форуму Арктика территория диалога 2019 года идет очень активно. У нас сформирована очень большая команда в правительстве области, в САФУ, в городе. Организация активно участвует. В настоящее время программа форума, деловая программа, культурная и спортивная, они еще формируются. То есть только к 1 октября в оргкомитет должны быть направлены все основные предложения. Затем оргкомитет примет решение и по основным направлениям сессионных заседаний. Форум, конечно, вновь даст возможность нашему региону громко заявить о проектах, которые нам необходимы. Глубоководный порт Белкамур, как оцениваете их перспективы? По глубоководному порту есть уже серьезное обсуждение с зарубежными партнерами. Обсуждаются возможности налаживания транспортной линии. Идет работа управляющей компанией Арктический транспортно-промышленный озел с потенциальными грузоотправительными. По большому счету, первым этапом реализации этих проектов является привлечение дополнительных грузов, наращивание грузооборота порта Архангельск в широком смысле, то есть как комбинации железнодорожных и водных путей. Когда эта задача будет решена, то есть как только мы нарастим объем грузов на действующих мощностях, мы можем уже быстро и эффективно перейти к строительству новых объектов. Ну что ж, ждем форум, ждем новых партнеров и договоренностей, но самое главное, ждем подвижек в реализации стратегически важных для Поморья проектов. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok